Великолепный страйкбольный пистолет под брендом Tokyo Marui, модель Glock 19. Поставляется в довольно интересно стилизованной картонной коробке. Все продумано, инструкция находится здесь вот сверху. Инструкция юморная, с комиксом. Я так понимаю, GG подражают именно Tokyo Marui. Ну, ничего удивительного. Внутри все так стильно обставлено. В комплект будет входить магазин и сам пистолет. Внутри у нас также должны быть еще какие-то допы. Давайте на них посмотрим. По допам следует отметить наличие шомпола на случай, если в стволе где-нибудь застрянет шарик. Да и вообще для очистки тоже пригодится. Некоторое количество боеприпасов, очевидно, для проверки. Калибр 6 мм. Также вот такая вот красная заглушка. Давайте проверим, от чего она нас спасет. Выстрел произойдет, но очевидно, что шарик не вылетит. Это, скорее всего, больше обусловлено каким-нибудь американским законодательством. Но, думаю, и нам тоже пригодится, как минимум для транспортировки, для того, чтобы всякая бяка туда не налетала у нас. И последний доп не совсем очевидный для некоторых и не совсем понятный. Для кого не секрет, что страйкбольные пистолеты часто на данный момент используются в различных киносъемках, косплеечки и так далее. Думаю, именно вот для этого, для того, чтобы создать видимость рабочего блоубэка. Данный пистолет осмеюсь назвать лидером на рынке страйкбольного оружия по ряду причин. Во-первых, именно эти самые японцы из Токио Мару изобрели вот эту самую систему блоубэка. И все с переменным успехом ее копируют, но лучше всего она работает именно на этих пистолетах. Также некоторых может смустить то, что затвор здесь пластиковый. Ничего удивительного, в первую очередь пистолет страйкбольный, и это сделано в угоду практичности. Блоубэк будет работать лучше, четче, быстрее. Также вы сэкономите топливо. А топливом у нас является грингаз, который заправляется прямо в магазин. А вот магазин уже полностью металлический, я так понимаю, это либо сплав, либо алюминий. Ну, довольно тяжелый. Также у японцев интересная система заправки, так называемый шумный клапан. Хлещет все наружу, некоторые пугаются, но не стоит. Это для них, как я понимаю, абсолютно нормально. Как заправляется пистолет боеприпасами? Интересная система, заправлять нужно не через верх, а вот через прориснику. Для этого придется тянуть пружину назад, жаль, что нет фиксации. Стрелять я буду шарами, замерять пистолет пулями 0.25. Шарами 0.25. Шары, кстати, встают в шахматном порядке. Данную систему очевидно, что разработчики оружия заимствовали из настоящего огнестрельного оружия. Помимо достаточно любопытной технической схожести, мы получаем еще и более вместительный магазин. Очень интересное решение. Сильно заправлять не стоит, можете словить клин. Процесс зарядки можно контролировать через окно. Там у нас шарик, по идее. По окончании боеприпасов пистолет встает на затворную задержку. Скорость может показаться низкой, но возможно стоит использовать другой газ, я использовал вот такой. Взять шарик полегче, да и в конце концов сделать пистолету нулевой ТО. Я думаю, после данных манипуляций стрелять где-то примерно будет 110-120 метров в секунду шаром 0.20. Подытожим, я думаю, нечего здесь этожить, это лучший пистолет на рынке для игры в страйкболк. Для того, чтобы сэкономить, пользуйтесь промокодом. Подписывайтесь на наш инстаграм, для того, чтобы получать дополнительный контент и поучаствовать в розыгрыше различных призов. Продолжение следует...